Добрый день, я рад вас всех видеть. Сейчас мы еще поймем, что-то все работает. Значит, сегодня мы попытаемся поговорить по поводу аффективной памяти и использованию ее в творчестве актера. Сто лет тому назад, когда Станиславский только начинал создавать свою, как он писал в то время, грамматику актерского труда, это то, что потом станет называться системой Станиславского, в качестве первых ее элементов он назвал именно аффективную память. Именно это психофизиологическое качество человека было положено Станиславским в этот период в основу создания творческого самочувствия актера. Именно этому элементу системы Станиславского пришлось испытать совершенно невероятные взлеты интереса, исследования ее, далее обвинения аффективной памяти тех, кто ее использовал в том, что они являются последовательной буржуазной лженауки. Станиславский был вынужден отказаться от названия «эффективная память». Далее, по иронии судьбы, именно аффективной памяти под другим уже названием «эмоциональная память» суждено стало быть самым знаковым элементом «метод acting» — американской интерпретации системы Станиславского. Так что можно сказать, что элемент системы Станиславского под названием «эффективная память» помнит многое за свои сто лет. Но давайте начнем по порядку. Общеизвестно, что термин «эффективная память» был заимствован Станиславским из исследования французского психолога Теодоле Рибо, который в серии экспериментов доказал существование аффективной памяти. Тут важно, что Станиславский обратился именно к работам психолога, потому что если мы задумаемся, в чем вообще суть системы Станиславского, удивительно, но даже практики театра не сразу начинают с этой формулировки. В принципе, ведь Станиславский — это первый человек в истории театра, который попытался отсоединить систему воспитания актера от какой-то определенной эстетической системы. Все предыдущие спот-системы, подходы, грамматики, воспитания актера были подчинены тому или другому типу театра. Станиславский был первый практик театра, который поставил вопрос по-другому. Вот машина из крови, мускулов, нервов, чего там еще, и как она должна функционировать в неестественной ситуации сцены. Неестественной, потому что, ну, если вы моя Джульетта, то я предпочту вас целовать наедине, а не в присутствии 500 зрителей, понимаете. И все мы знаем, как наши естественные жизненные качества оказываются парализованы в условиях публичного выступления. Так вот, какие законы человеческой физиологии, психологии необходимо не нарушать, как подчинять им воспитание актера, чтобы актер мог естественно и по своему желанию входить в то самое творческое самочувствие, как называют это Станиславские, или попросту испытывать вдохновение каждый раз в 19.00 или в 19.05, если опоздала немножко публика. Поэтому опора Станиславского на труды ученых принципиально. Что такое фиктивная память? Просто, как бы, напоминаю и уточняю словарь наш. Разные типы памяти, насколько я понимаю, весь цикл лекций так или иначе с этим феноменом связан. Но мы понимаем, что для нас важнее что? Что есть память мускульная, и когда танцор воспроизводит какие-то па, задействована именно эта память. Есть память интеллектуальная, когда мы диктуем номер своего телефона или вспоминаем пин-код на карте. Это она задействована, и, кстати, другое полушарие. Теодоль Рюбо экспериментально доказал, что существует способность человека напрямую вспоминать свои эмоции. И он задает вопрос, могут ли представления пережитых эмоций самопроизвольно возрождаться в сознании или вызываться усилием воли без всякого внешнего превходящего события? Вот эта вторая часть вопроса, конечно, для Станиславского оказывается чрезвычайно важна. Может ли актер сам вызывать по своей команде, по своему желанию вызывать нужное эмоциональное состояние? Идеи французского ученого были восприняты Станиславским очень естественно и легко, потому что его актерский организм уже испытал действия фиксивной памяти и не раз. Наиболее яркий пример был в 1906 году, когда он репетировал роль доктора Штопмана в пьесе Ипсона «Враг народов». И когда практически с первой репетиции Станиславскому удалось поймать суть существования этого персонажа, роль шла естественно легко, потому что, как пишет Станиславский, жизнь позаботилась о том, чтобы заблаговременно подготовить и запасти необходимый душевный материал и воспоминания об аналогичных с ролью жизненных чувственных чувствованиях. И далее важнейший вывод. Ощущения, вложенные мной в роль Штопмана, взяты были из живых воспоминаний. Вот мне иной раз обидно, что Станиславский стал использовать вот этот термин «аффективная память», такой немножко наукообразный, принадлежащий, собственно говоря, науке, а не естественный термин «живые воспоминания», эмоциональный, точный и понятный. С термином «аффективная память» я думаю, что этот термин действительно не очень удачный, потому что возникает бесконечная путаница. Путают с состоянием эффекта, в том состоянии, когда что-нибудь натворишь, и потом тебя за это даже и не судят, или смягчают срок. Или путаница, и говорят, не «аффективная память», а «эффективная память». Даже сам Станиславский, когда знакомился с трудами Рябова, в одном из дневников записал именно так. Но суть понятна. Суть понятна. Живые воспоминания, которые оплодотворяют сиюминутное творчество актера. И в программе статьи «Моя система» 1909 год Станиславский, перечисляя элементы системы, на одно из первых мест ставит понятие «эффективной памяти». Кстати, вещь, на которую часто не обращают внимания, первый раз слово «система» Станиславским употреблено именно в 1909 году. Обычно это без комментариев. Кстати, очень любопытно, что сама эта трехстраничная или четырехстраничная запись, она полностью нигде не опубликована. Существует она в карандашном варианте в музее МХАТ. И я помню, что когда я вдруг осознал, что это всего лишь карандаш, и любой исследователь может чуточку поменять историю развития системы Станиславского, мне стало как-то немножко страшно. Вот я сейчас говорю, и, кстати, у меня сразу возникает эмоциональная и аффективная память на уровне нелогическом. А я говорю с вами, я реально представляю тот уголочек музея МХАТ, библиотеку, то есть ощущение вспоминается самопроизвольно, когда мы с вами вспоминаем какие-то эпизоды. Так вот, почему слово «система» возникло? На самом деле, 1909 год, это год, когда в России очень много писали и даже отмечали 40-летие с момента открытия периодической системы Менделеева. Там система химических элементов, Станиславский борется в аналитический период развития своих исследований к созданию системы элементов творческого самочувствия, но там и там попытка анализа и попытка кодифицирования. И, кстати, чтобы продолжить эту параллель, во времена Менделеева, во времена Станиславского в системе, вспоминать школьную химию, в системе Менделеева было элементов 80-90, сейчас их уже под 110 или 120, я не слежу. Каждый год, каждый год, каждые 5 лет ученые рапортуют об открытии нового элемента, причем характерно, что для того, чтобы он был зарегистрирован, необходимо, чтобы он был открыт одновременно в нескольких лабораториях, чтобы было подтверждение. Мы вернемся к этому еще в связи с рассуждением о системе Станиславского. И точно так же, как система Менделеева, это система, которая никогда не будет завершена, потому что познание, оно, надеюсь, безгранично, так и система Станиславского. Это набор элементов, который дополняется, дополняется. Очень важно, что Станиславский уже, когда пишет вот этот эскиз своей системы о заметках 1909 года, написав список элементов, ставит точки, многоточие, и подчеркивает, что система будет продолжаться, и каждое следующее поколение будет открывать новые психофизиологические законы, которые, вернее, их транспонирование в актерское творчество. Вот я, кстати, не показал вам доктора Туштокмана. На удивление нет ни одной фотографии Станиславского в этой роли. Идеи Рябо оказались Станиславскому настолько близки, что потом ему казалось, что он пользовался аффективной памятью, даже не читая книг Рябо. И когда он пишет «Мою жизнь в искусстве», которая была издана в 1926 году, он пишет, что во время репетиций «Вишневого сада» 1903 года мы опирались на аффективную память. Это вообще способ взаимоотношения Станиславского с наукой, с психологической, физиологической практикой своего времени. Он берет только то, что он интуитивно уже проверил собственным организмом. И наука дает ему словарь для того, чтобы оформлять этого для передачи следующим поколениям. Так ли иначе, Станиславский подчеркивает, актер может и должен жить в роли не чужими, а только своими собственными чувствами. Именно с помощью аффективной памяти актер вызывает в себе переживания, нужные по ходу действий пьесы и испытанные им когда-то при соответствующих обстоятельствах собственной жизни. Ну, легко сказать, просто делать, легко сказать, не так просто сделать. Есть замечательная запись диалога Станиславского с артисткой Ольгой Гзовской, когда они репетируют комедию Гальдони, трактирщица, хозяйка гостиницы, другой перевод, и Мирандолина Гзовская в обиде на кавалера, который играл Станиславский. Станиславский спрашивает, у вас были в жизни аналогичные обиды? Ну, вспомните. Гзовская говорит, вспомнила. Так скоро, отвечает Станиславский, нет, это не то. То есть, интуитивно Станиславский чувствует, что важно не интеллектуальное воспоминание, а воспоминание на более глубоком уровне. Как пишет замечательный исследователь театра Инна Натановна Соловьева, Станиславский отличал память констатацию и память, включающую все существо, возвращающие звук, ритм, чувство, питательно для художника, только она, и Станиславский в высшей степени одарен именно ею. Дальше можно перечислять бесконечно, репетируя пушкинский спектакль, это первое время чумы, и Моцарта Сальери, Пушкин, Станиславский подчеркивает еще и еще раз актерам, что вы должны брать воспоминания из своей жизни и ставить их основой для вашего творчества. В первой студии, которой Станиславский руководил вместе с Сулержицким, вот уж кого запас эффективной памяти, эмоциональных переживаний был огромен, потому что пройдя путь и мореплавать, или плотника, и что только не было в судьбе Суллера до тех пор, пока он не пришел на работу в театр, вот уж где практика первой студии была пронизана воспитанием на основе аффективной памяти. Вахтангов, формулируя уроки Станиславского, записывает одну из лучших формулировок. Источником наших сценических, не похожих на жизненные особенных чувств являются не условные поводы, а наша способность к повторным переживаниям. И это повторное переживание не даже детственно с нашими жизненным переживаниями. Потому мы наши сценические чувства, в отличие от жизненных, будем называть аффективными чувствами. Они управляются совершенно другими законами, чем те, которые управляют нашими чувствами в жизни. И да, и нет. Кроме аффективных повторных чувств, у нас может быть на сцене и даже непременно имеются также и жизненные чувства. Но дальше Вахтанков поясняет, что жизненные чувства актеров, они на сцене только двух типов. О, как здорово я играю, как хорошо слушают меня зрители. Или, ой, караул, я кажется, валю роль. А все остальные роли, ненависть к Джульетте, к Дездемоне и попытка ее, и попытка задушить Дездемона. Это чувства вторичные, опирающиеся на, понятно, Михаил Чехов. Что-то я забываю показывать портреты, которые вы все равно знаете. Михаил Чехов, который потом будет опонировать Станиславскому по вопросам аффективной памяти, в десятые годы, в период первой студии и чуть после нее, абсолютно согласен со Станиславским и очень внятно говорит о том, что ученик, актер, должен научиться создавать себе известное, заказанное настроение путем аффективных воспоминаний и с этим настроением выполнять задачи. Поэтому дальше не буду приводить примеры, но поверьте на слово, что их много и таким образом можно прийти к выводу, что концепция использования аффективной памяти как ведущего элемента в создании творческого самочувствия актера не только проработана Станиславским теоретически и стала основой его репетиционной методики десятых годов, но и повсеместно использовалась его учениками выходя за пределы МХАТа и первой студии и распространяясь во многих смежных коллективах. Но произошел определенный перелом в развитии системы. Обычно на советское театроведение приписывало перелом логики развития творчества. Обычно советское театроведение приписывает этот перелом логики развития творческих поисков Станиславского, но он подозрительным образом совпадает с 1917 годом, не распространяясь долго, скажу только один факт. Если за сезон 1917 МХАТ выпустил 8 премьер, то дальше за 5 лет с 1917 по 1922 МХАТ выпустил только одну премьеру. Название потрясает Каин Байрон. А и уехали на двухлетние гастроли в Америку. Тоже удивительный факт, потому что это уникальная ситуация, когда ведущий театр одной страны оказывается на 2 года на гастролях в другой стране. И это привело к тому, что именно в Америке система Станиславского становится основой методологии актерского творчества, изучается и распространяется и развивается чуть ли не больше, чем в России. По крайней мере, на сегодняшний день говорить о системе Станиславского, опираясь только на российский опыт, недостаточно корректно, потому что, как и в случае системы Менделеева, это наше общее исследование, и в разных лабораториях делаются разные поступательные шажочки в сторону истины. После революции эти 5 лет, когда так мало спектаклей, на самом деле удивительным образом это бум интереса к театральному образованию. Бесконечное количество студий, Михаил Чехов руководит студиями, Станиславский организовывает студии оперного театра, при Большом театре вначале существовало огромное количество театральных студий, и в этот момент, отчасти это было подготовлено проблемами, которые Станиславский, развивая в первой студии внутреннюю технику актера, проблемы, с которыми он столкнулся при обращении к Пушкину, к Мольеру, то есть к игровой форме, к слову, к поэтической драматургии, произошел сдвиг в сторону интереса Станиславского, в сторону действия. И с тех пор советское театроведение представляет развитие системы Станиславского следующим образом. Ранний период, а фиктивная память основной элемент, и поздний период, основной элемент это действия. Как правило, пытаются противопоставить, пытаются противопоставить, пытаются говорить о том, что ранний период это то, от чего Станиславский отказался. и если комментаторы подцензурного собрания сочинения, первого собрания сочинения Станиславского, Кристи и Прокофьев, которые являлись свидетелями всех поисков Станиславского, и которые вынуждены делать комментарии, они корректны, они пишут о том, что не отрицая значение эффективной памяти, как одного из элементов системы, Станиславский пересмотрел в дальнейшем роль этого элемента и пришел к выводу, что более совершенным, чем эффективная память, средством воздействия на чувства является логикой физических действий. Другие авторы позволяют себе более острые характеристики. Станиславский перерос увлечения буржуазной психологией аффективной памяти, его упражнения 30-х годов свободны от налета идеализма Рибо и мистицизма йоги. Вот так это происходит. Я произнес слово йога и не могу не удержаться о том, чтобы сказать о том, что в первый период развития системы Станиславского йога тоже дала Станиславскому огромное количество информации, знаний о человеческой природе. У меня существует книжка на этот счет, которая издана уже дважды. Коротко, примерно 40% упражнений, которые мы все делаем на первом курсе любой актерской школе в мире, связанной со Станиславским, примерно 40% упражнений имеют основу в йоговской практике. Но и слово йога оказывается под запретом. Самое страшное, что это не просто цензурный запрет, а это самоцензура. Станиславский, боясь, что книгу не выпустят, начинает сам цензурировать себя. То есть на стол к цензору уже ложится книга, где самим Станиславским вычеркнуто слово йога. Но опять же остроумные Кристи и Прокофьев все время в ссылках пишут. Здесь Станиславский не критически цитирует йогу Рамачираку, тем самым дает нам подсказки, где же искать источники информации. Опять же, чтобы мне не увлечься по поводу йоги, везде, где в книгах Станиславского вы увидите фразу типа один восточный мудрец сказал или там сказка восточная рассказывает, что вот будьте уверены, что это нерасшифрованная отсылка к йоге, к йоговским источникам, чаще всего к книгам йоги Рамачираки, которые были основным источником для Станиславского. Но тем не менее сам-то Станиславский сам-то Станиславский и в 20-е и в 30-е годы действительно занимаясь исследованием действенных способов возбуждения творческого самочувствия, никоим образом не отказываются от эффективной памяти, от использования от эффективной памяти. Любопытным образом в одном из примеров вдруг возникает образ Америки, в котором Московский художественный театр уже побывал, уникальный случай в 24-м году Советская Россия еще не имела дипломатических отношений с Америкой, но тем не менее актеры художественного театра были приняты в Белом доме президентом Куледжем. И вот Станиславский репетирует с артисткой своей оперной студии Соболевской и записывает она плачет не может найти подступов к своей эффективной памяти не может получить прежнего прошлого чувства совет перечитываю она говорит перечитываю письмо мужа но не могу вернуть того что чувствовала и Станиславский подробно инструктирует актрису вы надеетесь что по прочтению письма сразу все вернется это было бы очень легко нет распахайте прошлое что это значит вспоминайте все мельчайшие детали точка в точку да не один раз вспоминайте а многократно изо дня в день вот столько вспоминайте как куча бисера вот в этой вашей шляпе из всего этого надо создать общее впечатление то есть синтез всех впечатлений так и в жизни вспоминая в Америке у меня под образом таможни и Бродвея таможни и Махат их не пускали очень долго они там действительно очень нервничали после того как две недели плыли на Маджестике через океан вспоминаю под образом таможни и Бродвея заключено все что там пережито всякая мелочь всякая бисеринка вызывает и приводит меня к Бродвею и Пристани. А с ними является и синтез чувства Америки всей. В 30-е годы Станиславский вставляет в программу обучения актера огромное количество упражнений на развитие эффективной памяти. Он уверен, эффективная память дает главный материал для создания роли в ее внутренней жизни. Но, как я уже сказал, с конца 20-х годов начинается превращение МХАТ в вышку социалистического реализма. Целая комиссия существует по прочтению книги. И цензурируются не только высказывания Станиславского о йоге, но и все, что связано с эффективной памятью. Это буржуазная психология, которая несовместима с материалистическим пониманием мира. Хуже всего становится в тот момент, когда термин эффективной памяти оказывается под прямым запретом. Торцов Станиславский в работе актера над собой комментирует это так. Мы заменим это память на чувствование. Память на чувствование старался названных уяснить себе. Или как мы будем называть ее эмоциональная память. Прежде, по рябому, мы называли ее аффективной памятью. Теперь этот термин отвергнут и не заменен новым. Но нам нужно хоть как-нибудь называть эту память. Нам нужно хоть какое-нибудь слово для определения ее. И потому, пока мы условимся называть эту память на чувствование эмоциональной памяти. Смена термина не приводит к изменению представлений Станиславский о сути этого. В свое время, Федор Федорович Комиссаржевский, атакуя Станиславского, критикуя его подходы, как раз критиковал больше всего понятия аффективной памяти, цепляясь к самому термину. И Станиславский на полях книги Комиссаржевского записал. Да называйте как хотите, но поймите суть без придирок. Вопрос все один и тот же. Как развить эмоциональную память актера и как использовать ее в творчестве. При этом, вы видите, что я достаточно много уже набрал цитат, где подчеркивается необходимость развития эмоциональной памяти. Но реального механизма ее использования Станиславский не предлагает. В практике первой студии, это описано наиболее подробно, он просит актеров, которым нужно играть счастливую или трагическую сцену, вспомнить аналогичный эпизод из своей жизни и потом выйти на сцену и сыграть это. И для очень многих актеров, если это воспоминание подробное, если вот так накопать те подробности, как бисеринки в шляпе, как он говорит актрисе Соболевской, они работают. Это работает и раз, и два, и три. Но очень часто при многократном обращении к аффективной памяти она начинает срабатываться. И тогда возникают очень непростые ситуации. Потому что вчера вроде как это помогало, сегодня нет. Более того, все-таки воспоминания требуются в первую очередь для каких-то острых сцен. И актриса подкладывает или актер подкладывает какие-то воспоминания, трагические воспоминания, чтобы сыграть трагическую сцену потери в древнегреческой трагедии или гамлетовское ощущение безотцовщины. А это трагическое воспоминание из своей жизни срабатывается. Одна из моих коллег, которая педагог в театральном институте, я, естественно, не буду называть ее имени, она поделилась личным своим рассказом. Дело в том, что она вначале училась как актриса, потом она стала психологом, закончила психологический факультет. Так вот, когда она играла дипломные спектакли, за год до этого она потеряла ребенка. И в одном из острых моментов спектакля она использовала вот эту эмоциональную память для того, чтобы оказаться в ситуации героини, которая испытала тоже потери. И несколько спектаклей это работало, это пробивало, естественно, ее и оказывало огромное эмоциональное воздействие на зрителей. Но на каком-то шестом, седьмом, восьмом спектакле это перестало работать. И представляете, как начинает казнить себя актер или актриса, потому что, ну что за сволочь я такая, я вспоминаю о таком ужасном событии, и я бесчувственно, ничего не откликается. Это была действительно одна из причин, почему Станиславский, тут как бы траектория развития системы очерчена правильно, от эффективной памяти к действию, сказал, что он, не зная, как уловить капризное чувство, хочет переключиться на использование более осязаемого, более вещественного физического действия как способа возбуждения творческого самочувствия актера. И именно поэтому, не отрицая наличие эффективной памяти как важнейшего качества и людей вообще, и конкретно актеров, которым нужно обостренное качество, обостренное наличие эффективной памяти, Станиславский пытается запустить творческое самочувствие через действие. Но самым, пожалуй, ярким документом этого времени является его письмо американской переводчице Элизабет Хэн, вот именно она переводила работу актера над собой на английский, и в письме, которое было опубликовано только в 1990-е годы, в письме от декабря 1936 года, мы читаем, по поводу эффективной памяти, похоже, Станиславский отвечает на какой-то вопрос Хэбгуд, это неправда и полная бессмыслица, что я отказался от памяти на чувствование. Повторяю, она главный элемент в нашем творчестве. Я должен был только отказаться от названия эффективное, и более чем когда-нибудь признать значение памяти, которое подсказывает нам чувство, то есть то, на чем зиждется наше искусство. Но развитие российской театральной педагогики все-таки шло по пути действенных подходов. После смерти Станиславского внимание к развитию эмоциональной памяти, к памяти ощущений уделялось все меньше и меньше. Когда я учился в начале 80-х годов, упражнение, которое мы делали, называлось упражнение на ПФД, память физических действий. Только с конца 80-х годов Кацман, Сулимов, у которого я учился, стали называть это упражнение память физических действий и ощущений, подчеркивая то, что если заниматься памятью только физические действия, это рано или поздно вырождается у актеров пантомиму в набор действий как таковых. А сейчас, именно акцентируя важность памяти ощущений для тех процессов, о которых мы сейчас будем говорить, многие педагоги, и я стараюсь даже, изменив эту самую привычку ПФД, говорить упражнение на память физических ощущений и действий. Порядок тут важен. И вот в этой ситуации, когда действие, с одной стороны, понятие театра действия, действенный анализ Кнебель и Товстоногова, то, что возникла в режиссерской школе действенного анализа и обеспечило важнейшее завоевание российского, советского театра в 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов, вместе с тем, с точки зрения педагогики актерского творчества, вот эта акцентировка действия в ущерб эмоциональной памяти приводила к такой первой победе. Очень часто действия режиссером стали назначаться актером. Ты здесь добиваешься того-то. Актер к этому не готов. В жизни это ведь происходит по-другому. В жизни наши ощущения сгущаются до такой степени, предлагаемое обстоятельство обостряется до такой степени, что это рождает потребность к действию. И приходится признать, что следующий очень важный шаг в исследовании аффективной памяти был сделан опосредованным учеником Станиславского, американским педагогом, педагогом Ли Страсбергом. Он учился у ученика Станиславского, Ричарда Болеславского, в американском лабораторном театре. С 1923 по 1930 год существовал этот театр. Дарьян стал одним из создателей театра групп, единственного американского театра, который был построен по модели МХАТ, репертуарного театра с постоянной труппой. Как у нас существует воспоминание, мечта об идеальном театре, когда мы рассказываем о МХАТе, прижизненном Станиславском, МИРОВНИЧ, Данченко. Причем эта мечта и это воспоминание включает и булгаковскую иронию по поводу взаимоотношений руководителей, и нашу тоску по подлинному служению искусству. Так и американцы, говоря про групп театр, испытывают те же самые ностальгические чувства и пиетет. Дальше Страсберг стал одним из основателя актерской студии, там, где его учениками стали практически все ведущие и известные нам актеры, начиная с Марлен Монро, и Марлона Брандо, и Монгомери Клифф, и Дастина Хоффмана, и Аль Пачино. Практически, как говорил Смелянский, это Страсберг превратил Станиславского в индустрию американского театрального образования. И в 1969 году, вот как раз в прошлом году было 50-летие этого института, он основал институт театра и кино Ли Страсберга. Все это дало ему возможность, а даже не знаю, что тут первое, чтобы его идеи дали возможность воздействовать на актерскую школу американскую, или эти организации, которые возникали в силу плодотворности идей. Какой шаг сделал Страсберг? Какой важнейший шаг сделал Страсберг? Значит, я напоминаю, что у Станиславского для того, чтобы использовать аффективную память, он просил актеров вспомнить событие, аналогичное тому, которое вы должны пережить по роли. После долгих проб и исследований Страсберг осознал, что вспоминать событие напрямую как раз приводит к тому, что аффективная память, эмоциональная память начинает срабатываться. Необходимо вспоминать работу пяти органов чувств. То есть, если мне по какой-то причине надо будет воспроизвести через несколько лет какие-то свои эмоциональные переживания, связанные с нашей сегодняшней беседой, я не должен буду искать в компьютере текст того, что я говорил, или вспоминать какие-то организационные моменты, а мне нужно вспомнить работу моих пяти органов чувств. Холодно было в пространстве или жарко. Очень часто полезно ответить на вопросы как вы чувствуете свою одежду, потому что там, где воротник, например, прикасается к шее, а мы чувствуем одежду сильнее. Мы немножко вспотели, немножко дует. Какова гулкость, неважно, что я говорю, но вот это ощущение некоторой гулкости. Вот я сейчас говорю и... Нет, эхо не возвращается ко мне, но я слышу подзвучку микрофона. И вот через эти подробности памяти пяти органов чувств подманивается эмоциональное переживание. Я понятно говорю? Причем упражнение выполняется вначале достаточно долго. Это может быть и час, потому что, кажется, как? А если я буду вспоминать событие давнее? Опыт показывает, что если это событие действительно значимо, то вы будете удивлены сами, сколько подробностей подскажет, выплюнет из мозга память пяти органов чувств. Сейчас уже довольно-таки общепризнанная мысль о том, что наш мозг регистрирует абсолютно все, что с нами происходит. Проблема не в том, что там ничего нету, а проблема в том, что у нас нету доступа к этой информации. Поэтому, как всегда, в любом профессиональном деле необходим тренинг и муштрат. И таким образом, если я вспоминаю какой-то момент, я не вспоминаю события, я не вспоминаю логику развития событий, я вспоминаю ощущения мои. Шаг за шагом и на протяжении долгого упражнения вдруг происходит одно из двух. Или в конечном итоге я набредаю на тот самый триггер, который мгновенно запускает мою эмоциональную память. Помните Рибу? Иногда именно это он открывал в своих пациентах. И иногда это происходит с нами. Знаете, в особенности для старшего поколения, запах мандарин, шелестение целлофана, о, и Новый год уже подманивается. И очень часто, вспоминайте, вспоминайте, пожалуйста, тут нужно, чтобы вы в параллель тоже активизировали свою память, иначе это будет сухая беседа. Когда какой-то запах вдруг возвращает вам воспоминания о какой-то ситуации. Бывало такое в жизни? Да. Ну, просто Марсель Пруст книжку написал, о действии аффективной памяти. И знаменитый пример, когда его лирический герой вспоминает, находясь в комбре, по пути в сторону Свана. Значит, когда он вспоминает эти самые запах бисквита, этих моделинах, и мгновенно оказывается перенесенный в другую реальность. То есть, когда я себя мучаю, как в любом тренинге, как в любом воспитании профессиональных качеств, воля важна. Когда я себя заставляю вспоминать, нет, а все-таки было холодно или как холодно? Холодно – это логическое понятие. Где я ощущал это? А, дуло немножко в ноги. Дуло где? А, между брюками и носком. то есть, очень подробно. Потом вспыхивай одно из двух. Или я нахожу вот этот триггер, когда потом мне не надо будет вспоминать целый час подробностей, а мне нужно будет вспомнить именно этот триггер. Или этот триггер вработается в ходе выполнения упражнения. То есть, так или иначе, создается некоторый условный рефлекс по Павлову. И отсюда возникает то, что американские актеры называют take a minute, минуточку. То есть, перед выходом на сцену или перед началом съемок достаточно минуты, чтобы тренированный актер смог активизировать свою эмоциональную память. Таким образом, получается, что Страстбергу принадлежит честь следующего шага в исследовании использования аффективной памяти в творчестве актера, а именно понимание того, что путь к эмоциональной памяти идет дорога ощущения. При этом, конечно, есть хитрости, не все так просто и быстро, как я вам рассказываю. Один из первых моментов, который может заблокировать функционирование, свободное функционирование памяти, ощущения, эмоциональной памяти, это некоторая перенапряженность организма, которая постоянно существует и в нашей повседневной жизни, и у актеров. Поэтому, опять же, в любой театральной школе мира воспитание актера начинается с упражнений на релаксацию, и сам Страсберг уделял этому совершенно исключительное внимание. Станиславский лишь подчеркивает, что актер должен быть свободен, мышцы его должны быть не перенапряжены, не предлагая никаких методик. У Страсберга есть своя разработанная методика релаксации, но на самом деле, сегодня, когда уже есть телесно-ориентированные психотерапии, когда мы знакомы с тайчи, с йогой и так далее, выбирайте на вкус, главное добиться, чтобы ваш организм был свободен, потому что иначе перезажатая нога на ногу это уже не то, что нужно. Нужно, чтобы тело было более расслаблено, и тогда в момент выполнения упражнения на эмоциональную память внутренние импульсы будут находить свое выражение. Для того, чтобы оценить вот этот маленький шажок, который сделал, или большой шажок, сейчас мы попытаемся это понять, Страсберг в методике использования эмоциональной памяти, нам нужно сделать временной большой шажок в древнюю Грецию. И я должен вам напомнить про актера, имя которого Пол, или Полус, если по-латыни. Этот актер, потеряв сына и играя роль Электры в одноименной трагедии Софокла, дальше вы можете прочесть, но он взял урну с прахом своего сына, реально принес на сцену, и в этой сцене, как вы можете понимать, он был эмоционально взволнован, слезы лились, и это были не притворные актерские, а это были подлинные слезы. вот, пожалуй, как утверждают многие историки театра, это первое свидетельство описания технологии актерского творчества, не просто качества актерского творчества, а технологии, но я так по вашим некоторым микротелодвижениям понимаю, что на сегодняшний день этот способ возбуждения творческого самочувствия воспринимается несколько одиозно, но тогда, как нет, посмотрите, что на протяжении веков, пытаясь использовать эмоциональную память в творчестве актера, нашей общей коллективной мыслью мы двигались вот именно в такой прогрессии. Если Пол пытался использовать для активизации творческого самочувствия через эмоциональную память реальный объект, Станиславский воспоминания о конкретной событии, то Страсберг делает следующий методологический шаг. Он использует память пяти органов чувств. как всегда, студенты оказываются жертвами научных и методических интересов их педагогов, поэтому со своими студентами я достаточно много занимался упражнениями на эмоциональную память и нюансов проведения упражнений много, но опыт показывает, что это действительно дает какие-то очень важные результаты. Вы знаете, поскольку сегодня у нас разговор все-таки про театр и разговор о театре без какой-то практики он всегда не полон, поэтому если вы не возражаете, я хочу предложить вам сейчас не сходя с места по армат лекции не волнуйтесь будет соблюден сделать одно из базовых упражнений на память органов чувств. Это упражнение в линейке упражнений Страсберга находится аноним из первых и называется оно упражнение утренний напиток. Значит что я вас сейчас попрошу сделать во-первых у нас нет времени поэтому уж кто как сочтет возможным удобным постарайтесь отдать себе отчет что ваше тело сейчас не перенапряжено привычным образом нога на ногу привычная или что-то такое очень хороший способ проверить что вы не перенапряжены это просто чуточку подышать потому что вы знаете что в момент стресса у меня дыхание мгновенно зажимается значит соответственно если я хочу добиться какого-то то просто когда мы стараемся очень то мы тоже забываем дышать поэтому при любом упражнении я как правило говорю дышите дышите проверьте дыхание теперь пожалуйста выберите вы не обязаны пить один из этих нарисованных объектов выберите то что вы действительно знаете ваш утренний напиток если сегодня вы завтракали в сухомятку то пожалуйста не чувствуйте угрызений совести вы можете вспомнить вчерашний или позавчерашний то что вы реально знаете я вам даю несколько секунд на то что вы вспомнили и пожалуйста уже во время упражнения не меняйте хорошо помашите пожалуйста мне рукой кто сделал свой выбор отлично вот и теперь постарайтесь дальше я буду что-то говорить а вы будете все равно что-то делать так что я буду как передача про Станиславского а ваше основное внимание на задании постарайтесь вызвать сейчас вкус этого напитка у себя во рту здесь и сейчас это и есть память ощущений не забывайте дышать дальше я видите специально не спрашиваю кто какой напиток но я что-то подсказываю если из моих подсказок что-то сбивает вас то пропускайте мимо ушей постарайтесь какими-то подробностями заставить свое воспоминание быть более конкретным ну например а какова текстура этого напитка во рту ощущается этот напиток одинаково и щеками и языком и мы же знаем что язык например вкусовые рецепторы на языке по разным вкусам распределены по зонам да одна зона отвечает за соленая одна за сладкий поэтому вот если вы выбрали какой-то предположим апельсиновый сок не слушайте меня те у кого этот не сок то знаете сок же бывает разный там иногда кусочки кусочки какой-то мякоти да-да-да-да-да значит если кому-то из вас мне почему-то кажется что здесь могут быть студенты испытавшие на себе тяготы театрального образования если кому-то из вас хочется взять в руки воображаемую кружку пожалуйста если не хочется не берите то есть вы можете делать любые сопровождающие вещи которые помогут вам выполнить простую задачу создать ощущение утреннего напитка у себя во рту будьте добры пока я говорил вы значит наверное честно пытались это сделать и теперь пальцами над головой покажите сколько раз у вас это ощущение возникало и исчезало ну там два раза пять раз сколько пожалуйста все вместе покажите покажите остальные не делали штраф будет кто не делал штраф будет на выходе главное следить пожалуйста спасибо спасибо значит во-первых не подглядывайте у соседа это не значит что если он показал один раз что он лучший актер чем вы но задайте себе вопрос а что помогало вам потому что почти все показали больше чем один раз то есть у вас возникало это ощущение и исчезала. А что помогало вам вернуть? Вот это уже ваша собственная система Станиславского, потому что Станиславский говорил, я вам просто рассказываю общие вещи, которые могут помогать, а вы для себя, соответственно, своему организму должны выбрать то, что работает для вас лучше. Может быть, кому-то нужно вспомнить музыку, под которой он традиционно пьет свой кофе или телевизор с ужасными новостями про то, что скоро лекция может быть одной из последних и так далее. Или вам нужно вспомнить, как вы сидите, потому что вы сидите на чем-то другом дома, и ощущение тела может помочь. Главное, что мы с вами достаточно внятно понимаем, чем мы занимаемся. Мы дурим наш мозг, потому что как ведь происходит в жизни? Если у меня есть какой-то напиток во рту, то за вкус отвечает мозг, а не рецептор рта. Дело в том, что рецепторы считывают и посылают сигнал в мозг. Я сейчас прекрасно понимаю, что мы все не сумасшедшие. Вы продолжайте, кстати? Продолжайте, продолжайте. Мое дело говорить, ваше дело напиток во рту держать. То есть наше дело обмануть мозг и послать ему ложный импульс. Обмануть мозг, потому что у меня нет никакого напитка во рту, но я хочу, чтобы мой мозг поверил, что там у меня... Специально не называю, что у вас там во рту, чтобы не сбивать тех, у кого другого. Значит, то есть принцип тренировки очень понятен. И дальше каждый из вас понимает, исследует... Это важнейшее слово. Если мы договорились, что Станиславский пытается не подчинять законам воспитания актера какой-то театральной эстетики тому или другому типу драматургии, а если мы исследуем природу человека, то мы продолжаем исследовать и самого любимого человека. Тот, который есть вы, которого вы знаете, самую любимую, потому что вы лучше всего знаете именно себя, свой организм. Что помогает вам воссоздать это ощущение во рту. То есть вот это уже, правда, поконкретнее, чем какие-то наши разговоры о том, что нужно тренировать эмоциональную память вообще. И это большей частью студентов, по моему опыту, в общем, воспринимается и усваивается. И если поначалу количество пальцев показываешь, сколько раз ощущение терялось, вот такое, потом такое, потом такое. И тренированный актер по своему желанию достаточно быстро воссоздает то или другую память ощущений. На самом деле, смотрите, мы очень часто говорим о том, что это актер хороший, это актер плохой и так далее. А как сказать, в чем отличие? Я, естественно, по роду профессиональной деятельности вынужден был для себя это формулировать. И, естественно, не я первый, кто этим занимался. У нас в институте, когда я еще был студентом, возникла лаборатория психофизиологии творчества. И в последнее время ее руководила, к сожалению, безвременна ушедшая Лариса Вячеславовна Грачева. Они делали огромное количество экспериментов, когда на актера навешивали разные датчики, ну, прямо как в американском фильме «Детектор лжи». И замеряли разные параметры, скажем, влажность кожи, изменение слюны во рту, даже могли в какой-то момент снимать токи мозга. И предлагали двум контрольным группам какую-то ситуацию. Или из вашей жизни, вы поехали на занятия или на лекцию, забыли, и вдруг вспоминаете, что у вас суть его включен дома. Или из драматургии «Вы, Джульетта, и только что узнали о смерти Тибальда, и даже понимаете, кто Тибальда убил». И что интересно, что в той контрольной группе, которая состояла из актеров, контрольная группа, это значит не 3, не 5 человек, а человек 20, 25, вера в предлагаемые обстоятельства была на психофизиологическом уровне. Она была зафиксирована датчиками, реальными физиологическими изменениями в организме. У той группы, которая не проходила профессиональную актерскую подготовку, очень часто реакция была на уровне только интеллектуального. «Ой, какой ужас!» А сердце не начинало биться чаще. Смотрите, как это все оказывается пограничным. Тренинг памяти ощущений – это один из путей, один из путей реальной, а не логической тренировки веры в предлагаемые обстоятельства. А это, собственно говоря, сущностное определяющее качество актера. Над вымыслом слезами обольюсь. Что он Гекубе, что ему Гекуба. Но жизнь эффективной памяти, после тех хороших слов, которых я сказал и попытался вас убедить, не стало проще, потому что удивительным образом, если многие другие физиологические качества человека, открытые в XIX веке, разрабатываются, уточняются, но их наличие не подвергается сомнению, по поводу аффективной памяти все время идет полемика. Полемика и ученых, многие из них начинают утверждать, что эффективной памяти вообще не существует, что ей наделены только какие-то отдельные лица. Ну, так по мне, это хорошая новость, потому что если у кого-то нет слуха, то это не значит, что отменяется гармония. А то, что не у всех есть эффективная память, эмоциональная память, дает, по крайней мере, хоть какой-то невкусовой способ отбора претендентов на актерскую профессию. Но есть, кстати, и критики, которые для нас, может быть, более важны, которые из пространства театра. И, пожалуй, важнейшим для нас оппонентом аффективной памяти является уже упомянутый Михаил Чехов, который в период первой студии, в период, я подчеркну, не ранней системы Станиславского, а базовой системы Станиславского. Именно так надо, наверное, называть этот период корректно, потому что именно из обученности актеров эмоциональной памяти проистекала потом успешность в использовании действия. Так вот, Михаил Чехов, полностью согласный со своим учителем и написавший две статьи именно об аффективной памяти в конце 20-х годов, позже, после своего увлечения мыслями Рудольфа Штайнера, антропософии, весь его путь познания, он достаточно иронично относится к эффективной памяти, примечательна его запись беседы со Станиславским в 1928 году, которая произошла в Берлине. Вообще в истории Российского театра есть таких две важных ресторанных встречи, они, естественно, были не короткие. Это Славянский базар, всем известный, Станиславский, Мемирочи, Данченко, и тоже семичасовая беседа Михаила Чехова с Станиславским вот в этом берлинском кафе, как-то Курфюрстен, по-моему, называлась эта улица. И Михаил Чехов пишет, Мы договорились обо всем, напоминаю, к этому моменту Михаил Чехов уже и антропософ, и руководитель МХАТа Второго, который шельгуется советским правительством, и актер, сыгравший и Гамлета, и Муромского, все свои вершинные роли. Мы договорились обо всем, кроме одного, необходимо ли использовать актеру свою аффективную память. И в лекции 55-го года, 53-го, извините, сейчас не могу уточнить, 50-х годов, Чехов язвительно описывает процесс использования аффективной памяти следующим образом. Личная память актера напоминает немаленький грязный конверт, который завалялся в одном из карманов вашего старого изношного костюма. И вот мы вскрываем этот конверт и обнаруживаем пожелтевшую от времени полоску бумаги, на которой написано, если вы хотите почувствовать печаль на сцене, вспомните, как вам было грустно, когда в 1918 году вы не получили роль, которую вам так хотелось сыграть. Постарайтесь извлечь из памяти эту грусть, яснее, яснее, еще яснее, вы невероятным усилием напрягаете свой мозг, чтобы вспомнить эту давно забытую грусть, и дело кончается сильнейшей головной болью. Это фрагмент лекции Чехова перед голливудскими актерами. Я думаю, что он это хорошо рассказал, я думаю, что сорвал аплодисменты после того, как рассказа. Но ирония судьбы заключается в том, что мы-то знаем, лекция 50-х годов, а уже с 30-х годов, с периода групп театра, Страсберг разрабатывает более точную методику использования эмоциональной памяти. То есть не события нужно вспоминать, как вам не дали роль, или по голове стукнули, и не обидчика нужно вспоминать, а нужно вспоминать память, надо активизировать память пяти органов чувств. И тогда вернется чувство как таковое. Очень интересно, что в упражнении, очень многие упражнения Страсберга перекликаются с упражнениями Станиславского. Ну, например, кто из наших студентов не делает упражнения в сауне, когда нам нужно вспомнить вот это ощущение жары, на коже, дыхание, глаза, даже слезятся глаза при высокой температуре по-другому. Страсберг обязательно просит выполнять схожие упражнения, например, упражнение Саншайн, у него называется Солнечные лучи, не принимая конкретной позы, которую вы принимаете на пляже. Потому что в его поисках очень важно вытренировать память ощущений как таковую. Помните, я сказал, если вы делаете упражнение с утренним напитком, если вам что-то помогает, ради бога. Но это первый этап, потому что мы четко понимаем, что задача вообще просто без всяких опор, их не будет в кадре или на сцене, активизировать нужное ощущение во рту, тот или этот напиток. И как раз с противопостоянием аффективной памяти и воображения, Станиславский, безусловно, адвокат аффективной памяти, он пишет о себе вещи, которые не всякий актер расскажет. Он пишет о том, как в детстве несколько часов считал себя убийцей после того, как из детского ружья какой-то пыш у него выстрелил в губернантку. Или он вспоминает момент, когда он ехал по улице и застрелившийся молодой человек цеплялся за его коляску. То есть он, конечно, коллекционирует вот эти события из своей жизни. И воображение у Михаила Чехова личная, мелкая, правденка актера несопоставима с тем, что вы можете получить через воображение. Для Михаила Чехова это просто. Когда он репетирует Гамлета, он просто засыпая или просто медитирует, задает вопросы Гамлета, Гамлет приходит и отвечает. Я думаю, что опять-таки, знаете, это отдельная тема, просто заглавлю ее. Если раньше очень многие театральные школы пытались доказать свою полезность, состоятельность, любое слово употребите, преуменьшая достижение другой, то сейчас то время, когда необходимо искать, где соединяются разные подходы. И вот это такое абсолютно бескомпромиссное размежевание или аффективная память, или эмоциональная память, я вслед за Станиславским использую это как синонимы, или воображение не очень правильное, потому что воображение, тут просто какая-то путаница. Ведь воображение это механизм, с помощью которого из кирпичиков делается новая реальность. ну, например, любая картина Сальваторе Дали или Госха состоит из того, что человек получил через свои пять органов чувств. ученые могут плодотворно говорить о четвертом измерении, о пятом измерении. Для актеров это разговор бессмысленный. Весь наш опыт приходит в нас через пять органов чувств. А дальше механизмом воображения той или иной степени творческости мы преобразовываем это. Поэтому, мне кажется, что это очень быстрое объяснение, но я думаю, что вот это противостояние, которое наверняка возникает, как только вы начинаете что-то читать про эффективную память, эмоциональную память против воображения, оно снимается с тем, что нужно разобраться не в том, что это оппозиционные вещи, а о диалектике этих двух вещей. Ну, чтобы закончить, хочу сказать, что вопрос об эффективной памяти по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых как в театральном пространстве, так и среди психологов. Здесь я выписал только отдельные имена. Пенфилд, это канадский американский ученый, который впервые сделал эксперименты, когда стало ясно, какие зоны мозга отвечают за какие типы памяти. Там совершенно поразительные вещи. Но, как правило, получается эта информация от трагически курьезных ситуаций, когда какой-нибудь рабочий на него на стройке упал лом, сквозь голову прошел, но он бодр и беседует. Но, поскольку у него часть мозга повреждена, то вдруг выясняется, что система его воспоминаний нарушена. И по характеру нарушения воспоминаний можно понять, какие зоны мозга... Это был качественный очень шаг 30-е годы 20-го века, когда понятие памяти перешло из некой такой эфемерности. У греков это вообще была какая-то разлетая жидкость. и какая-то среда в локализированной в той или другой зоне человеческого мозга психологическое свойство. Рассуждения Блонского чрезвычайно полезны, его книги 30-х годов полезны, потому что очень содержат большое количество подсказок практически к актерам, например, исследования, какие эмоциональные воспоминания у нас лучше сохраняются, положительные или отрицательные. Защитный механизм заставляет нас забыть о чем-то трагическом, а с другой стороны, если забывать о том, что там, где рычит мамонт, там опасно, то не происходит накопления человеческого цивилизационного опыта. То есть вот как сохраняется эмоциональная память, как она подавляется. Павел Васильевич Симонов поставлен в этот список, потому что это наш академик и психолог, который много писал про проблемы актерского творчества, и он в какой-то момент, у него очень интересные анализы чеховских произведений именно с точки зрения функционирования эмоциональной памяти, ну и Дамазио, Антонио Дамазио, автор, наверное, с 80-х годов прошлого века, это автор, который, вводя понятие эмоционального интеллекта, приводит тоже огромный в общем, много интересного и непонятного. Мы пытались в этом разобраться на конференции, которую организовывал наш институт, по-моему, полтора года тому назад, она так и называлась «Фиктивная память творчества актера», и это тоже был такой интересный обмен как и практическими советами по использованию упражнений на память, ощущений и на эмоциональную память, так и сообщениями ведущих петербургских ученых по поводу открытия в этой области. Так что приключения элемента системы Станиславского под названием «Фиктивная память» не закончились, и я думаю, что этот роллокостер еще будет продолжаться, а потому будет интересно. Спасибо. Если у вас возникло желание задать какие-то вопросы, то, наверное, это возможно сделать. Добрый день. Вроде бы меня слышно, да? Да-да. Я хотела спросить, я понимаю, что ограничено время лекции, но вы не затронули, почему, вернее, вы не затронули и не упомянули театр, но другие как раз эстетические системы, как там в то же время существовавший театр интереснейший Нерхольда и потом позже Брехта, которые иначе относились к способу существования и как раз эстетические системы самого представления были иными, и, возможно, как они относились к эмоциональной памяти и федагогической практике, что они называли, что они взывали в актере? Значит, смотрите, когда мы сегодня говорим слово-сочетание системы Станиславского, то это только по поводу воспитания актера. Это не связано... Вы не согласны? Нет. Значит, вы плывете против течения. И сейчас я объясню, почему. Потому что на самом деле можно назвать как угодно. Любая вообще беседа в любой компании это всегда для начала нужно договориться о словаре. Но почему так важно отсоединить систему Станиславского от режиссерских опытов Станиславского и от конкретной исторической практики Московского художественного театра? Потому что на протяжении всего XX века как раз это жестко увязывались практика социалистического реализма который блистательно был воплощен во Мхате 40-х 50-х годов с пустыми залами и система Станиславского это привело к тому что достаточно большое количество российских советских практиков ненавидело эту систему и самое главное это идет против основного импульса Станиславского найти то что относится к системе воспитания актера универсальной которая может быть использована в любом типе театра посмотрите то же самое например писал Товстаногов в свое время он подчеркивал что принцесса Турандот всем вам известный спектакль Вахтангова он был первым внятным доказательством возможности разъять систему Станиславского и конкретную эстетическую систему актеры воспитанные по Станиславскому оказывается могут играть не только в реализме но и в игровом спектакле по ГОЦе вообще отождествление системы Станиславского с реализмом это одно из главных зол интерпретации системы Станиславского в 20 веке произошло это по политическим причинам в нашей стране и по историческим причинам во всем мире потому что по иронии судьбы те самые знаменитые гастроли 23-24 года в Америке которые дали важнейший импульс американскому и мировому театру американскому и мировому театральной школе напоминаю что Станиславский впервые был опубликован на английском а не на русском эти гастроли привезли американцам только старые спектакли 20-летней давности Чехова и Горького поэтому они видели реализм они видели как все замечательно играют как вы это достигаете с помощью воспитания по системе Станиславского ага значит реализм и система Станиславского это одно и то же на сегодняшний день имеет смысл разделить все театральные школы мира на два типа одни которые идут вслед за Станиславским попытка найти способы обучения актера не связанные с типом драматургии и на эту территорию попадут и Станиславский и Страсберг и Мирхольд и Гротовский и кто еще давайте назовем это территорией Станиславской Станиславский Лэнд а другая территория это будет воспитание например актер театра Кабуки замечательный театр замечательная актерская школа все европейские практики вслед за Мирхольдом воруют оттуда упражнения но мы должны понять что эта школа для чего организована для того чтобы сохранить специфический эстетический код который был придуман в середине 17 века и мы с вами плывем когда оказывается на этом спектакле без инструкции потому что мы не считываем половину знаков например если я очень обрадовался когда мне это объяснили в китайской опере если персонаж выходит вот с такой палочкой а тут еще две веревочки это означает что он на лошади если вы это не знаете то вы не увидите как он грациозно с этой лошадью общается и в кабуке интересно что ну вы знаете что там актеры учатся в семьях там не отец учит сына а там дед учит внука символическая такая штука театр дель-арта тоже замечательная система мы все радуемся и все берем и все берем упражнения оттуда но нужно понять что если речь идет о школе дель-арта школе дель-арта то они учат навыкам которые необходимы именно для этого типа театра маски способность импровизировать получив страничку текста способность полтора часа как бы трепаться и при этом остроумно и так далее это навыки которые нужны именно для этого театра поэтому Товстаноков сформулировал это так как математические формулы могут служить для возведения прекрасного здания или для расчета траектории самого страшного бомбардировщика так формулы Станиславского должны так формулы Станиславского применимы к актерскому существованию в любом типе спектакля базовая подготовка актера опять же вот вы сказали Мирхольд ну такое знаете Мирхольд и Станиславский конечно они творческие оппоненты ну хорошо это не полезно для того чтобы сегодня учить артистов конечно режиссер Станиславский и режиссер Мирхольд отличаются как день и ночь но если мы говорим про актерскую подготовку то чем психотехника Станиславского с разделением органического процесса существования актера с разделением на элементы чем методологически этот подход отличается от биомеханики когда Мирхольд кодифицирует и разделяет на элементы движенческое поведение актера и тот и другой идут аналитическим путем а поэтому есть возможность понять где эти школы воспитания актера встречаются пересекаются поэтому я не стал говорить про отношения других режиссеров использования ими эмоциональной памяти потому что пытался сосредоточиться на на том как в истории человечества начиная от пола и кончая последователями Станиславского и Страсберга мы развиваем это качество как основу техники актера а как это будет применяться это уже второй вопрос наступает после воспитания актера вузе училище практика уже работы в театре и довольно распространено шутки за кулисами розыгрыши прямо на сцене вот с точки зрения именно способа существования то есть у Станиславского это было бы наверное невозможно в свое время он это входило в его этическую систему святое отношение к искусству и поддерживать отношение к роли вот это состояние весь спектакль как я понимаю вот но в принципе практика театра вот полна этим как вы это объясняете как ну если не объяснять это таким дисциплинарным раздолбайством вот усматриваете ли вы там какие-то психофизиологические основы для такого поведения опять я думаю что каждый спектакль устанавливает свои эстетические законы в котором востребованы разные качества воспитанного актера может быть я конечно отвечаю со своей колокольной со своей точки зрения но понимаете я поскольку уже 20 лет руковожу актерской мастерской в институте то и мои исследования и мои амбиции связаны с подготовкой актера который может все я не говорю что это получается не думайте что я тут зазнаюсь но сам факт того что мои воспитанники работают и в Александринке и у Захарова и в Мхате и я просто называю как раз полярные подходы режиссерские понятно что я не в состоянии заранее сказать знаешь когда встретишь Фокина то ты вот так играй а когда встретишь Захарова то ты вот так играй и вот ему не говори про это очевидно мы пытаемся вместе с моими коллегами в мастерской вместе с педагогами актерского мастерства и движения и вокалы и танцы и общеобразовательных мы пытаемся воспитать а вот еще воспитать актера который пригоден для разных эстетических систем интересно что у Станиславского даже называется книги работа актера над собой и работа актера над ролью американцы в этом смысле за счет того что у них нету постоянных труп они как ни странно больше этому уделяют внимания потому что актер сыграл на Бродвее спектакль и дальше он один на один и он или теряет мастерство или сам собой занимается своим мастерством понимаете у нас все-таки пребывание постоянной труппи оказывает воспитывающее влияние на протяжении всей жизни актеров в театре ну действительно мы уходим актеры спасибо за вопрос тем не менее интересно спасибо большое очень интересно я не первый раз вас слушаю был на открытых занятиях студентами спасибо мне остался такой сложный вопрос если в общем смысле посмотрите получается вы говорите исходно что есть память эффективная эмоциональная но есть память и интеллектуальная а заканчивая тем что вот предложили сейчас то что сейчас очень популярное эмоциональный интеллект где все это совмещается то есть какой-то у меня это все не складывается но вопрос у меня о другом более конкретный именно в ваших размышлениях вот смотрите даже если мы берем йогу то есть память тела грубо говоря если берем только одну память тела и йога но йога же это тоже по сути методика того чтобы вести тело в несколько иное состояние и по сути дела введение в такое состояние которое его должно отрывать от реальных каких-то воспоминаний которые вы можно вызвать вот как вот у вас это вы можете прокомментировать с точки зрения воспитания я просто видел ваши занятия и так далее что ну действительно это все да но отрывая его от реальных от реального состояния йога ведь такое же по сути дела некое и на бытие вводят вы отрываете человека если говорить о памяти тела от его реальных воспоминаний мне так кажется я могу изглазаться ну значит если мы сейчас начнем обсуждать тонкости йоги и точности формулировок потому что тема настолько огромная что одно неточная фраза ну как-то уводит и так далее и так далее можно я на каком более практическом уровне отвечу значит во-первых сомнения в использовании йоги для актерского творчества выражались из-за чего мы понимаем что путь восхождения йоги по ступеням идет с амадхией и к восьмой степени и к слиянию с Богом и вроде как раз вы намекаете на вот это отключение от того что я впаду в нирвану а мне же еще и партнер надо заметить вот интересным образом об этом рассуждал Гротовский который наверняка знал об этом гораздо больше чем мы с вами потому что до занятий своих театром он серьезно занимался йогой и восточными практикой и философией и очень любит цитировать одну фразу из его книги я никого не хочу на кого не хочу нападать но йога не для актеров как правило значит это все цитируют радостно но никто не переворачивает страничку в книге потому что там написано ну мы нашли способ как применять йогу надо ее to change the current мы должны как бы переориентировать потоки и когда вы смотрите на любые занятия у Гротовского в записях вы прекрасно понимаете что там без йоги не обошлось Станиславский называет говорит об этом совсем проще тема кстати не исследованная очень интересное влияние вообще христианства на воззрение Станиславской сверхзадача я есть вообще с церковным славянский язык он говорит о том что там где на восьмой ступени у йоги есть слияние с богом у актера есть слияние с ролью но как использовать йогу несмотря на то что вот исторический обзор я попытался сделать в книжках мы до конца не знаем опять же что когда что-то не ясно я пытаюсь организовать конференцию и два года тому назад у нас была конференция в институте и было порядка там двадцати докладов и примерно столько же съехалось только были те кто практикуют йогу и занимаются театром примерно столько же занятий было не нашли мы общего и единственного использования слава богу когда единственное это но я хочу рассказать про тот опыт йоги который был с моими студентами как раз замечательный педагог по йоге который занимался моими студентами она театром до этого никогда не занималась по-моему это я ее заставил читать Станиславского надеюсь не испортил ее жизнь но я ее в какой-то момент она в конце первого занятия первого семестра занятия йогой со студентами она сказала а можно я вот просто у меня там нет времени что-то такое с ними подробно в конце такой итоговый занятий ну что-то там я был виноват потому что какие-то занятия нализали какие-то показы она говорит я тогда напишу и она каждому студенту написала по полстраницы как бы своих наблюдений по поводу их проблем психофизиологии да что она могла еще написать и когда я стал это читать у меня просто челюсть отвалилась у меня было ощущение что она подслушивала наши разговоры на актерском мастерстве и наши замечания ну например у нас есть совершенно замечательный мальчик который такой тип вы знаете такой он перфекционист он отличник он всегда будет показывать больше всех отрывков из-за этого иногда они бывают скучнее всего но он при этом он такой правильный отличник и она ему пишет чуть не сказал имя значит она ему пишет что а он пожаловался о том что у него болят мышцы после занятия йога и он говорит ну правильно потому что ты пытаешься все делать до конца своих вас он еще спортсмен несчастье поэтому вот этот навык того чтобы у мурона пробегу первым на финиш поэтому поэтому а ты пойми получи удовольствие от того что а завтра у тебя получаю удовольствие получаю удовольствие он долго хлопал глазами когда это все прочел потом услышал и вы будете удивлены и это отразилось на актерстве то есть опять-таки я ведь вынужден заниматься всеми этими теориями читать умные книжки не от хорошей жизни у меня что-то не получается в практической работе с актерами мне хочется что-то улучшить и я с Таниславским читать вообще огромное удовольствие потому что он все время пишет как у него что-то не получалось и ты тогда себя чувствуешь не одиноким но если у него тут не получалось так а это к нему не получалось так а слушайте а вот он попробовал так ну-ка я попробую нет что-то мне не помогает через пять страниц а вот так попробую ох помогает и самое главное открытие которое вот я за это время сделал это тоже связано с таким российско-американским каким угодно исследованием историческим и почему я сейчас не боюсь называю Дамазию в списке рекомендуемого чтения понимая что какие-то вещи он будет по каким-то вопросам опонировать все равно меня больше интересует где возникнут какие-то вот перекрещивания которые можно использовать потому что мне кажется что сейчас все более и больше понятно что когда перед тобой сидит класс даже в 20 человек не так много но в 20 человек не может быть так чтобы к ним применялись одинаковые законы мы же знаем вроде это абсолютно школьная истина о том что все люди делятся на 4 психологических типа холерики сангвиники кто там еще меланхолики и флегматики что это значит что в одной и той же ситуации эти люди будут вести себя по-разному просто медицинский доказан так какого черта мы к 20 артистам пытаемся применить одинаковые правила и дальше возникают такие совершенно поразительные вещи вот значит Станиславский ранний базовый период запускает творческое самочувствие какое-то вдохновение через эмоциональную память натыкается на проблемы начинает заходить через точность физических действий я засовываю земно тут еще засовыв пальцы мокрые волнуюсь потому что я же это понимаете да что я буду пришивать сейчас петлю чтобы топор чтобы убить старушку я же расколю вот то есть я через это подманиваю через точность физических действий ощущения я подманиваю самочувствие а дальше например такая замечательная запись в книге воспоминания встречи со Станиславским которую Борис Зонт записал в 30-е годы который потом у нас учил в институте он ездил к нему руководя новым тюзом он ездил все время в Москву и на каких занятиях все делал Станиславского и Станиславский его спрашивает а скажите пожалуйста у вас были какие-то сильные потрясения за последний год-два что-то с вами произошло что он говорит да я тонул два года тому назад чудесный повод длить сюда Станиславский говорит ему а пожалуйста продирижируйте это Зонт вначале не понял как продирижируйте ну как дирижер и когда Зонт стал вспоминать ритмы своих двух-трех минут жизни когда он боролся за свою жизнь ритмы просто ритмы то у него вот это ощущение я есть я вот в этой ситуации я полностью как бы в ней не вот так а телом головой эмоциям все мгновенно вошло то есть возникает кроме эмоциональной памяти кроме действия еще ритм как способ и тогда когда я это прочитал у меня вдруг как-то уложилось потому что вот например англичан они же их как воспитывают очень много воспитывают через речь и через Шекспира и я тогда понимаю что поскольку ритмические структуры пьес Шекспира я не знаю кто их написал откуда они присланы на землю но ритмическая энергия такая что она и мертвого вдохновит то есть получается творческое ключ зажигания да слово триггер смотрите как интересно оно и уже из актерской техники и из радиотехники и вот актерское зажигание оно возможно и через ритм в том числе и опять мы это знаем мы знаем это даже на бытовом уровне чуть громкую музыку включить определенной и молодое поколение все начинает как-то реагировать тело поэтому противоречия между в воззрениях на эмоциональную память будут и люди которым мы доверяем и этому и этому авторитету надо проверять и пробовать а что годится для вас потому что то как мы сами пытаемся учить тоже связано с нашей психофизиологией вот роскошный пример одним из важнейших оппонентов в Страсбергу кроме точно так же как Михаил Чехов оппонировал Станиславскому в в Америке была такая Стелла Адлер которая известна тем что она училась в Париже у самого Станиславского 4 недели он там ей давал уроки и вернувшись в театр групп который Страсберг основал она приехала и сказала Станиславский отказался от эффективной памяти теперь только действия естественно это был камешек в огород Страсберга которого его коллеги называли фанатиком эмоциональной памяти который действительно разработал это в мельчайших подробностях всю эту потому что мы с вами сейчас говорили про стратегию упражнения а там же еще куча нюансов методологических и вот этот спор расколол американский театральную педагогику на две очень непримиримых на два непримиримых лагеря а потом выяснилось что ответ к этой проблеме находится в воспоминаниях Станиславского потому что он написал это даже если вам неинтересно Стелла Адлер это имеет отношение к нашему разговору потому что он написал встречу так значит он в Париже прогуливается в Булонском лесу по совету своих медиков он говорит на меня на меня наскочила совершенно паническая женщина с криками я 20 лет на сцене получала наслаждение а теперь я познакомилась с вашей системой я ненавижу театр и Станиславский говорит ну что мне пришлось провести 4 недели они занимались тем что разбирали сцену из пьесы аристократка которую Стелла Адлер только что сыграла на Бродвее ставил Страсберг и это был полный провал и Станиславский спросил Стеллу Адлер а вы про память о ощущении про эмоциональную память знаете про сквозное действие это он спрашивает не про Страсберга а про то как учил Балиславский в Американском лабораторном театре она говорит да про сквозное действие они что-то говорили но я не запомнил и Станиславский стал с Адлер выстраивать логику ее физических действий в сцене и после того как они смогли это сделать он записывает она играла так замечательно что мы все ревмя ревели цитирую очень дословно значит Стелла Адлер принадлежала к семье известных нью-йоркских актеров еврейского происхождения ее папа из Одессы в какой-то момент 18 членов этой семьи были одновременно в спектаклях на нью-йоркских сценах я думаю что это была не тихая семейка и достаточно эмоциональная значит люди знавшие ее рассказывали очень много историй по поводу того как она эмоционально возбуждалась какие к черту ей делать упражнения в эмоциональной памяти ей скажешь ситуацию и она уже включена в эту ситуацию но с логикой ей необходимо было помогать и Станиславский с ней занимался логикой физических действий что привело к Страсберг наоборот испытав некоторые травмы в детстве смерть брата он был человек очень замкнутый известно что когда шел набор актеров в театр групп он сидел с газетой во время прослушивания и шелест там была дырка и шелестом газеты он давал сигналы своим коллегам нравится ему актер или нет про него было известно что он от застенчивости от такой внутренней замкнутости он очень часто даже не здоровался с людьми в актерской студии когда в первый раз на один встречался он был где-то в своих мыслях и так далее и на него никто не обижался воспитывать логику ему никакой необходимости не было он был один из самых образованных людей в американском театре и именно упражнения на эмоциональную память давали возможность ему открыться во время репетиций заряжать этой энергией актеров наталкивать их на эмоциональные какие-то сдвиги и так далее то есть вот видите я думаю что поле фактов которое я как-то собираю оно дает возможность быть flexible как это называется быть гибким потому что про того же самого Станиславского рассказывают то же самое Демидов все время говорит о том что в тот момент когда Станиславскому нужно было действительно добиться что-то от артиста здесь и сейчас на репетиции он забывал про все то что там было написано и показывал или наговаривал эмоционально и то есть пробовал какой из способов входа в творческое самочувствие будет работать для этого актера в этой ситуации поэтому мне кажется что и на сегодняшний день педагоги должны понимать это разнообразие и поскольку исторически ведь я же был воспитан в идеях действенного анализа и конечно понимаю мощь этого мощь этого приема но сейчас мне кажется что когда театральная педагогика всегда как маятник существует у нас что-то получается и нам тогда становится понятно что вот тут-то мы не дорабатываем поэтому и возникло сейчас движение интерес к Демидову и к Майснеру к Страсбергу с этими ощущениями потому что есть в очень мощном владении действия есть опасность потери питательной вот этой среды ощущений потому что действие оно питается богатством эмоциональной памяти известная проблема 14 лет она выглядит как Джульетта но ничего не понимает что надо играть 40 лет она уже понимает что надо играть но выглядит уже не как Джульетта вот спасибо вам спасибо Спасибо.